Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. 31 июля 2022 года. Польский президент Анджей Дуда, выступая перед многочисленными объективами телекамер и немногими живыми участниками Варшавского восстания, в очередной раз обвинил в его провале союзников и, в первую очередь, СССР. Преподобный Иоанн Павел II в 1979 году тут сказал, что Варшава стояла опустошенной из-за своих союзников. За что получил от вас огромное одобрение? Так это была правда, о которой тогда вообще никто не говорил. Обвинение в том, что варшавское восстание провалился из-за бездействия Красной Армии, давно на верхних строках списка главных претензий Польши к нашей стране. Этот миф поддерживает на государственном уровне. С помощью уникальных архивных документов и свидетельств очевидцев мы расскажем, как на самом деле развивались события в августе 44-го года, в чем истинные причины провала восстания и виноваты ли советские войска в предательстве. 1 августа 1944 года жители оккупированной Варшавы были напуганы стрельбой на улицах. На стенах своих домов они обнаружили вот такие листовки, одну из которых мне удалось найти. Поляки. Пробил долгожданный час. Подразделения армии Краева ведут бои с немецкими оккупантами во всех пунктах столичного округа. Я призываю жителей сохранять спокойствие и сотрудничать с нашими боевыми подразделениями. Так начиналось Варшавское восстание. Но кто отдал приказ выходить на улицы? Почему сейчас уже можно говорить, что это была настоящая авантюра, за которую поляки заплатили полную цену? И кто на самом деле виновен в последовавших затем жертвах и разрушениях? В нашем сегодняшнем расследовании. Смотрите прямо сейчас, как на самом деле принималось решение о начале Варшавского восстания. Когда зародился миф о виновности Красной Армии и лично Сталина в провале восстания? И почему этот миф до сих пор влияет на современную европейскую политику? Для меня неизменной сигары Уинстон Черчилль надиктовывал своему секретарю Джону Колвиллу послание для дядюшки Джо. Так в личных беседах британцы за глаза называли Сталина. Черчилль просил согласия на приезд в Москву сбежавшего из оккупированной страны главы правительства Польши в изгнании Станислава Миколайчика и выражал надежду на установление дружеских отношений СССР с лондонскими поляками и армией Краевой. В 1942 году была образована армия Краева. Это основные подпольные вооруженные силы польского законного правительства, которое находилось в эмиграции в Лондоне. Советско-польские отношения в то время нельзя было назвать простыми. Еще в 1920 году, после интервенции на территорию советских республик, поляки захватили Западную Украину и Западную Белоруссию. Через 17 дней после вторжения немцев на территорию Польши вошла Красная Армия и вернула утраченные земли до линии Керзона, населенные преимущественно украинцами и белорусами. Правительство Польши, уехавшее в Лондон после начала Второй мировой, там об этом и узнало. Лондонские поляки с этого момента считали Польшу находящейся в состоянии войны с Советским Союзом. Восточные территории Польши оккупированы, СССР. Но так как они у британцев фактически находились в гостях, в конце концов, Лондон вынудил их восстановить дипломатические отношения с Советским Союзом. Поляки, тем не менее, не хотели мириться с потерей западных Украины и Белоруссии. Лондонское правительство и армия Краева в 1943 году разработали так называемый план «Буря», который должен был остановить Красную Армию, подошедшую к довоенным границам Польши. В условиях, когда Красная Армия будет, уже выйдет на территорию Польши, отряды армии Краевой должны будут организовывать восстания локальные, для того, чтобы захватить польский город до того, как туда войдут отряды Красной Армии. В 1943 году немцы обнародовали ложные данные о расстрелянных красноармейцами в Катынском лесу пленных польских офицерах. Или совсем недавно рассекретят письма солдат вермахта, в которых они признаются родным в убийствах поляков под Катынью. Но тогда лондонское правительство подхватило пропаганду Берлина, из-за чего в апреле 1943 отношения с СССР снова были разорваны, чему немало поспособствовали громкие высказывания главнокомандующего войск правительства Польши в изгнании генерала Марьяна Кукеля. Кукель предложил ту идею, которая впоследствии стала основой для восстания. Это попытаться взять Варшаву и утвердить польскую власть, власть эмигрантского правительства на территории Польши. Прямым текстом Кукелю было отказано в реализации этого плана. Польское эмигрантское правительство рассчитывало на то, что судьба Польши решится за столом переговоров великих держав. И действительно на стороне Польши был Черчилль. Однако в ноябре 1943 года на встрече в Тегеране Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились, что после победы над Третьим Рейхом граница между СССР и Польшей все-таки пройдет по линии Керзона, то есть по линии этнического расселения народов. Потери в территории Польши обещали компенсировать. Зимой 1944 года Красная Армия стала действовать в соответствии с этими договоренностями, но польское правительство их не признало. Польша до сих пор считает так называемые Восточные Кресты своей территорией. Президент Польши Анджей Дуда постоянно об этом напоминает. Постоянно называет Польшу речью посполитой и напоминает о том, что Украина это в прошлом составная часть этого государства. В январе 1944 года командующий армией Краевой в Польше генерал Комаровский отдал приказ о начале проведения операции «Буря». В нем был и вот такой абзац. Следует стремиться к тому, чтобы против вступающих советских войск выходил польский командир, за плечами которого битвы с немцами, в результате чего он становится полноправным хозяином. Комаровский, имевший псевдоним Бур, Бор по-польски, был тем человеком, который непосредственно отвечал за планирование действий армии Краевой на всей территории Польши в границах 1939 года. И именно им был предложен план «Буря». Армия Краева, тем не менее, терпела неудачу за неудачей. Даже тыловые немецкие гарнизоны оказались не по зубам, неопытным и плохо вооруженным польским подпольщикам. Захватить и удержать власть Аковсом, как называли бойцов армии Краевой, не удавалось даже там, где их успевали спасти советские войска. Дипломатические отношения разорваны. И армия Краевой, с точки зрения Москвы, это, в общем-то, враждебное воинское формирование. Ни одна армия мира не потерпит действия в своем тылу и наличие, не подчиняющиеся ему, незаконной вооруженной силы. Бойцам армии Краевой ставится, собственно говоря, ультиматум. Вы разоружаетесь, либо вас уничтожают. Первоначально Варшава не входила в перечень городов, где предполагалось проводить операцию «Буря». Польская верхушка не хотела подвергать свою столицу риску, но все изменилось в июле 44-го. Что же повлияло на планы командования армии Краевой? И как принималось решение о дате начала Варшавского восстания? 21 июля 1944 года на освобожденных Красной армии исконных территориях Польши был распространен вот этот документ. Начались решающие бои, чтобы изгнать немецких захватчиков из Польши. Перед лицом этих исторических событий Национальный совет формирует Польский комитет национального освобождения как временную исполнительную власть для руководства освободительной борьбой народа за обретение независимости. Это означало, что на территории Польши сформировано новое неподконтрольное Лондону правительство. У него есть подчиняющаяся советскому командованию армия, войско польское, которое гораздо сильнее армии Краевой. И главное, комитет находится на территории Польши и уже занимается восстановлением ее органов власти и народного хозяйства. Лондонский кабинет премьер-министра Миколайчика теряет власть. Ему требуется срочно что-то предпринять. И план появляется. Что повлияло на планы командования армии Краевой? Как принималось решение о дате начала Варшавского восстания? И почему войскам Первого Белорусского фронта не дали помочь восставшим? Командующий армией Краевой генерал Тадеуш Буркомаровский решает внести Варшаву в план буря. Причин несколько. Он узнает о создании в Люблине союзного русским комитета. К тому же ему докладывают, что после 21 июля немцы начали из Варшавы эвакуацию. Первый фактор – это начало наступления. Левое крыло Первого Белорусского фронта Рокоссовского достаточно быстро стало продвигаться и к Висле, и к Нареву. Окружило Брест. И казалось, что все сейчас рухнет. У немцев просто не было резервов. А второй момент – это 20 июля 1944 года. Это заговор против Гитлера. Это взрыв, прогремевший в Восточной Пруссии. И, соответственно, армия резерва и всякого рода охранные части, которые имелись в районе Варшавы, они тоже были подняты по тревоге. В тот же день срочно собирают совещание верхушки армии Краевой в присутствии представителя лондонского правительства Янковского. Дату восстания пока не назначают, но после совещания Буркомаровский отправляет в Лондон заверенное Янковским сообщение. «Мы готовы в любой момент начать битву за Варшаву. Я доложу о начале восстания». Фактически с этого момента решение о проведении восстания было принято. О нем поставили в известность правительство Великобритании. В советской стране ничего не сообщили ни поляки, ни англичане. «Англичане занимают такую очень интересную позицию. Вот если прокатят у поляков с восстанием, это будет прекрасно. Не прокатят – нет, ну что поделаешь, война. Поляки для них расходный материал в большой политической игре». На следующий день в Варшаве состоялось новое совещание, на котором обсуждался вопрос, поднимать восстание сейчас или подождать. Право определить дату его начала. Польское правительство в Лондоне делегировало своему представителю в Варшаве Янковскому. «Среди него, среди командного состава был, безусловно, выдающийся человек. Это Казимиш Ираник-Осметский, полковник, разведчик. Он выложил имевшиеся у него данные о том, что в район Варшавы прибывает крупная группировка войск СС, соединения, предназначенные для боев первой линии, моторизованные дивизии. И эти немецкие резервы явно бросят свой вес на чашу весов боев под Варшавой. Принимается решение, послушавшись начальника разведки Ираника Осметского, ждать, чем закончится противостояние Красной армии вермахта под Варшавой». 30 июля на подступах к польской столице развернулось одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. Зависло и на северо-восток от польской столицы. Советская 2-я танковая армия заняла города Воломин и Радзимин. Им оставалось 17 километров до Варшавских мостов и 15 километров до восточного пригорода Варшавы, Праги. Но продвинуться дальше танкисты уже не могли. Советская группировка в Польше к тому времени полностью исчерпала свой наступательный потенциал. В пехотных дивизиях оставалось до 25% активных штыков. В танковых частях до 50% пригодных танков. Заканчивалось горючее. Наступал снарядный голод. Нам удалось восстановить хронологию событий этого последнего перед Варшавским восстанием дня едва ли не по часам. 31 июля. Премьер-министр Миколайчик уже был в Москве. Сталин прислушался к просьбе Черчилля и согласился его принять. Но в этот день польский премьер встретился в Кремле не с ним, а с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Сталин был очень загружен и не мог провести встречу раньше 2-3 августа. До восстания оставались сутки. Но Миколайчик, который прекрасно знал о подготовке, не обмолвился о ней ни словом. 31 июля с утра собирается совещание верхушки армии Краевы. Снова обсуждается вопрос о том, поднимать или не поднимать восстание. Утром решения восставать не было. То есть наоборот, было решение ждать. Ждать развития обстановки. А вот около пяти часов неожиданно изменился расклад среди тех, кто был за и против восстания. Монтер получил сообщение от своих людей на восточном берегу Вислы о том, что русские танки входят в Прагу. Поляки не знали, что никаких советских танков в это время в пригороде Варшавы, Праге не было. Как раз в эти часы севернее Варшавы 2-ю танковую армию 1-го Белорусского фронта атаковали сразу три немецкие танковые дивизии. Из них две эсэсовские. Герман Геринг, Мертвая голова и Викинг. Последний резерв маршала Рокоссовского. 8-я гвардейская армия, которая могла бы прийти на помощь полякам, если бы в советских штабах знали о восстании, готовилась форсировать Вислу в полсотни километров южнее города. Дополнительных ресурсов для наступления на Варшаву у маршала Рокоссовского просто не было. Воспоминания главных командиров армии Краевой собраны в отдельную книгу. Из них-то все и становится понятно. 31 июля 1944 года в 17.00 Бурко Морозский экстренно вызвал к себе представителя лондонского правительства в Варшаве Янковского и заявил, что нужно срочно поднимать восстание. Вот цитата. Если в тылу у дерущихся в Праге немцев начнутся бои, те не смогут получать из Варшавы подкрепление и быстро проиграют. Янковский выслушал меня, а затем задал вопросы различным членам штаба. Составив таким образом для себя картину ситуации, он обратился ко мне со словами «Тогда хорошо. Начинайте». Бурко Морозский тут же повернулся к командующему войсками армии Краева в Варшаве генералу-монтеру. «Завтра ровно в 17.00 вы начнете операцию «Буря в Варшаве». Это доказывает, что решение начать восстание было принято лично представителям польского правительства в Лондоне и командованием армии Краевой. Но тогда как мог появиться миф, что в случившейся трагедии в первую очередь виноваты Сталин и Красная Армия? Мы это выяснили. Восстание, хоть и должно было начаться в 17.00, стартовало на несколько часов раньше. Некоторые горячие головы открыли стрельбу в 15.00. Если бы все отряды «Аковцев» смогли начать его синхронно, может быть, они бы и добились успеха. Но раннее выступление отдельных отрядов заставило немцев поднять свой варшавский гарнизон по тревоге. На 1 августа 1944 года в Варшаве формально было 48 тысяч человек, входивших в армию Краева. Но, во-первых, 4,5 тысячи из этих 48 были женщинами. А второй момент – количество оружия единовременно у восставших было примерно на 10 тысяч человек. Это оружие полноценное, то есть винтовки, автоматы, пулеметы, даже были у восставших огнеметы и противотанковые гранатометы, которые присылали англичане, сбрасывали с парашютами. Но поголовно вооружить даже не 48, а 40 тысяч человек можно в лучшем случае было по одной гранате на человека. В результате главные объекты, мосты через Вислу, телефонная станция, склады вооружений и боеприпасов и другие заняты не были. Уже одно и это – обрекало восстание на провал. На такие ограниченные успехи повлияло и то, что генерал Бур Комаровский не захотел предупредить о восстании даже варшавские боевые отряды другой политической направленности, например, коммунистической. Они присоединились к восстанию позже, и эффект неожиданности для них был упущен. Армия Людова – это не союзник, это враг. С советскими партизанами взаимодействие было запрещено наглухо. Первая армия войска польского, которая шла с советской стороны, – это враги. В результате большую часть из 400 намеченных к захвату объектов поляки не взяли. Немецкому гарнизону удалось их удержать. Советские войска на помощь прийти не могли. 1 августа в 4.10 по московскому времени, то есть примерно за 11 часов до начала восстания, и за полтора дня до того, как о нем стало известно в Москве, маршал Рокоссовский отдал 2-й танковой армии приказ о переходе к обороне. 3 августа Сталин принимает Миколаевича. Миколаевичу уже не надо информировать Сталина о восстании. Сталин в курсе. И Сталин вне себя, от бешенства. Он что-то Николаевичу приезжает договариваться, по сути, подставляя советскую сторону. Чего хочет Николаевич? А Сталин это знает. Потому что Сталин известен приказ номер один Бурка-Маровского. Захватить Варшаву до прихода Красной Армии и не допускать установления в Варшаве советской администрации. Это не союзники. Это совершенно понятно. Да, Варшава Сталина против немцев. Но политически-то против Советского Союза. Вести с Миколайчиком переговоры о будущем Польше Сталин отказался. На следующий день Миколайчик снова встретился со Сталиным и уже просил помочь Варшаве оружием, сбросив его с самолетов. Но с этим возникли сложности. Командование Армии Краевой не только не связывалось с Красной Армией перед началом Варшавского восстания, для того, чтобы предупредить о его начале, а оно не связывалось даже потом, и в первые дни, и даже после того, когда стало известно, что за, как себе нафантазировало, командование Армии Краевой, за три дня Варшаву освободить не удастся. О потребностях восставших поляков и приблизительные координаты, куда сбрасывать грузы, Наркому иностранных дел только вечером 10 августа сообщил посол Великобритании в СССР. Однако советское командование не собиралось снабжать оружием людей, которые даже не пытались выйти с ним на связь. Тем более в нем остро нуждались собственные войска. Вокруг проблем с помощью восставшей Варшави разгорелись нешуточные дебаты. И вот они-то и легли в основу претензий и обвинений в адрес СССР. Черчилль, помогите восстанию, Сталин говорит. Извините, мы к восстанию отношений никакого не имеем. А вот в испольское правительство на вашей территории оказывайте на него влияние и давление. Вообще, в конце концов, это ваши дела. Британская пресса начинает полоскать Советский Союз по полной программе. Открытым текстом обвиняют Советский Союз, что он вместе с немцами фактически уничтожает Варшаву. Понимаете, доходит до такого. В первой половине августа с самолетов оружие восставшем сбрасывали только британцы. Варшаву плотно прикрывали немецкие зенитки, из-за чего выброску приходилось производить с большой высоты. Часть парашютов относила на территорию, занятую немцами, которые в это время готовились к подавлению восстания. Гитлер в общем и целом на этот момент находился в очень большом недоверии к генералам. Потому что как раз это вот событие, связанное с покушением на него в июле 44-го года, прошло достаточно немного времени. Генрих Гиммлер был уже назначен командующим армией резерва. То есть ему как бы подчинялись все тыловые районы. Гитлер обратился к Гиммлеру и поручил ему это задание. В Варшаву отправились подразделения СС, из которых самым крупным была набрана из уголовников бригада штандартенфюрера СС Оскара Дирлевангера. ССовцы устроили в городе настоящую резню. Пленных не брали. Мужчин призывного возраста расстреливали, женщин насиловали. Поляки отвечали тем же. Вот это уникальный сборник свидетельств преступлений, совершенных во время Варшавского восстания. Тут, например, воспоминания 49-летней Станиславы Горобовской. Она видела, как измывались над варшавянами ССовцы и украинские шуцман-полицайи. На площади железной брамы в середину нас въехали танки и вместе с нами отступали. Некоторые немцы вырвали у женщин узлы и, загораживаясь, ими шли в середине. Сама лично видела, как один украинец подбежал к мужчине, имеющему на руках ребенка, и отобрал его. Схватил за ноги и бросил в огонь горящего дома. А это свидетельство еще одной уцелевшей 29-летней Леокадии Холодовской. Мужчин завели на второй этаж, после этого их по очереди вводили в комнату и выстрелами в затылок убивали. Только она видела, как расстреляли около 500 человек. Точное количество жертв варшавского восстания до сих пор неизвестно. Горожане прятались в подвалах, польские повстанцы стреляли с верхних этажей. Немцы подтягивали артиллерию и били по зданиям, пока те не рушились, хороня под собой иаковцев, и мирных жителей. В боях немцы использовали танки, самоходки, управляемые по радио и проводам, начиненные взрывчаткой, беспилотные танкетки «Боргвард» и «Голиаф». Восставшие захватили в одной из баррикад «Боргвард» с зарядом взрывчатки 500 килограмм. И они отправились с этим «Боргвардом», сев за рычаги управления, прямо к штабу Боргкомаровского. Немцы сами об этом не знали и просто в какой-то момент подорвали «Боргвард». Это произошло посреди толпы, весьма многочисленной. Считается, что погибло не меньше 150 человек, и свидетели говорят о том, что здания вокруг до пятого этажа были забрызганы кровью. Немцы подтянули 600-мм маркиру с личным именем Циу, которая стреляла снарядами весом от полутора до двух тонн невероятной разрушительной силы. Символом Варшавского восстания стало здание бывшей гостиницы «Пруденталь», в которую угодил такой снаряд. Момент попадания удалось сфотографировать. Использовались рамные конструкции, то есть такие транспортно-пусковые контейнеры с 280-320-мм реактивными снарядами. Их преимуществом было то, что снаряжались они в том числе огнесмесью, и, соответственно, могли не разрушать здания, но выкуривать из них защитников. Это было оружие, страшное прежде всего своим психологическим воздействием. У меня в руках документ, который ранее нигде не публиковался. Это отчет за 6 сентября командующего войсками армии Краевой Антония Хрусселя. Я нашел в нем любопытные строки. Со всех сторон сообщают о нехватке боеприпасов и о настроениях населения, имеющего прямо-таки враждебное отношение к воюющим с немцами войскам. Читая его, я понял, за что варшавяне возненавидели аковцы. Оставшие решали свои задачи за счет мирного населения. Убивали, насиловали, выселяли, морили голодом. Ни о какой защите и речи не шло. Из атакованного немцами квартала аковцы тут же уходили по канализации, оставляя горожан один на один со зверевшими эсэсовцами. 10 сентября войска и боеприпасы наконец удалось подтянуть 1-му белорусскому фронту маршала Рокоссовского. В ночь на 13 сентября части двух советских армий, одна из которых была 1-й армией войска польского, ворвались в пригород Варшавы-Прагу. По канонам военной науки именно тогда и надо было начинать восстание. Но момент был упущен, и немецкие саперы успели подорвать мосты через лес. Только 15 сентября, только через полтора месяца после начала Варшавского восстания, когда уже была освобождена Прага, восточный пригород Варшавы, офицер связи армии Краевой вышел по радио на связь со штабом 1-го белорусского фронта. С этого момента поляки начали получать полноценную помощь от Красной армии. Во-первых, сбрасываемыми грузами. Во-вторых, советская авиация захватила небо над Варшавой, и немцы не могли ее безнаказанно бомбить. Началась подготовка к форсированию Вислы с тем, чтобы высадить в Варшаве советский десант. Современное польское руководство утверждает, что Красная армия в Варшаве не помогала. Но факты свидетельствуют об обратном. Как только появилась возможность, она прикрыла город с воздуха, поддержала огнем артиллерии. В ночь с 15 на 16 сентября Вислу форсировало 1-е советское подразделение – пехотный батальон 1-й польской армии. В следующие несколько ночей переправили еще несколько батальонов. Старин был стратег, он понимал, что Варшаву должны освобождать поляки, наши поляки. Помощи со стороны восставших не было, со стороны Комаровска был дан приказ не оказывать помощь никакой. Без поддержки удержать плацдармы не удалось. Большая часть форсировавших Вислу бойцов войска польского погибла. Часть смогла вернуться назад, а часть постаралась пробиться к восставшим. 21 сентября в Варшаву снова отправили советского офицера связи и радиста. Их десантировали в районе, который контролировала просоветская армия Людова. Нам удалось найти отчет этого офицера, лейтенанта. Его звали Иван Колос, позывной Олег. К моменту его прибытия в Варшаву в городе царил голод. Но в штабе сытый генерал-монтер заявил ему, что продукты армии Краевой не нужны. Их сбрасывают британцы и американцы. Необходимость есть только в оружие. Интересно, что до последних дней обороны польское командование умалчивало о советском участии. Факт пришлось признать, когда скрывать его стало невозможно. Помощь была настолько массовой, что о ней знал каждый варшавянин. Но не это поразило меня в отчете лейтенанта больше всего. Представители АК пытались расстрелять майора Волкова. Причем один офицер заявил, вы нас расстреливали в Катыни, и мы будем вас расстреливать. Также были убиты офицеры и бойцы 9-го полка 1-й польской армии. Сообщивший мне об этом сержант полка Лихно вскоре после разговора со мной был застрелен из-за угла. В своей слепой ненависти АКовцы убивали даже тех, кто пытался прийти к ним на помощь. И это факты, подтвержденные документально. Выполняя указания лондонского правительства и командующего армией Краевой генерала Буркомаровского, генерал-монтер встретился с командовавшим подавлением восстания обергруппенфюрером СС фон Дембахом. На переговорах верхушка армии Краевой выторговала себе и своим бойцам право на достойное содержание в плену. Почему договорился, что бойцы армии Краевой будут считаться военнопленными, а на всех остальных это правило не распространяется? Пока шли переговоры, немцы в тот же день, 28 сентября, начали в Варшаве общее наступление. Бои были крайне ожесточенными. За три дня повстанцы оказались на грани полного поражения. 28 сентября лейтенант Колос встретился с генералом-монтером. Он сделал ему предложение эвакуировать из Варшавы остатки восставших и оставшихся варшавян. Он мог обеспечить связь для того, чтобы с восточного берега их поддержала советская артиллерия. От армии Краевой требовалось только одно – сконцентрировать все оставшиеся силы восставших в одном направлении и нанести один концентрированный удар. Однако командование армии Краевой это предложение проигнорировало. Воспользовалось им только командование армии Людовой. Армия Краева во главе со своим командующим Буркомаровским сдалась. Сопротивление прекратили в 20.00. Поляки вышли организованными колоннами из своих укрытий и сложили оружие. На этом восстание закончилось. На момент начала восстания в Варшаве было порядка 35 тысяч человек бойцов армии Краевой. Из них погибло порядка 16 тысяч человек. Есть совершенно разные оценки потерь мирного населения, которая помогала армии Краевой. Большинство цифр концентрируется вокруг цифры 200 тысяч человек. 9 октября командование 9-й армии получило от Гитлера приказ уничтожить Варшаву. В дни наступления 1-го Белорусского фронта фюрер провозгласил этот город крепостью. И тут поляки нанесли, по выражению Гитлера, подлый удар в спину. Он не собирался им это прощать. У меня в руках важный исторический документ. Отчет политуправления 1-го Белорусского фронта о том, что увидели наши войска в польской столице, когда 18 января 1945 года закончилось ее освобождение. Варшава представляет собой сильно разрушенный город. Нет ни одного неповрежденного дома. На месте главного вокзала гигантская яма и груда щебня. При отступлении немцы поджигали то, что могло еще гореть, и минировали относительно уцелевшие здания и даже развалины. В городе оставалось всего несколько сотен жителей, которые скрывались от немцев в подвалах и канализационных трубах. Практически сразу после падения Варшавы на Западе начали обвинять Сталина в бездействии. Политики молчали, так как были связаны тегеранскими, а затем и ялтинскими договоренностями. Но вот пресса не унималась и ее никто не останавливал. Началась массированная такая бомбардировка придуманными фактами о том, что Советский Союз специально не оказывал помощи варшавянам. На самом деле, ведь союзники были уже почти все дошли до Рейна, начиналась гонка за Берлин. Кому достанется главный приз? И обвинять Сталина, что в этих условиях он приостанавливает наступление, понимаете, бред. Сейчас миф о намеренном бездействии Сталина снова раздувается. Не для того ли, чтобы сформировать правильное общественное мнение и обеспечить лояльность любым, даже самым авантюрным решением польского руководства. Если будет принято коллективное решение Альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно поддержим это решение. Президент Польши Андрей Дуда, похоже, хочет повторить тот же план Буря, который разрабатывал его идейный предтеча генерал Бур-Комаровский. Польша активно вооружается и вполне возможно, как только украинское нацистское правительство потерпит поражение, ведет свои войска на западную Украину. Когда российская армия приблизится к границам западной Украины, с большой долей вероятностью, она встретится с поляками, которые, скорее всего, потребуют с ними договариваться. Почти 80 лет назад в Варшаве произошла ужасная трагедия. Неправильно оценившие свои силы и таланты руководители польского правительства в Лондоне и армии Краевой сделали, как сейчас понятно, губительный шаг. В результате столица страны была опустошена и практически стерта с лица земли. Возрождение города потребовались десятилетия. Мне кажется, что сейчас история повторяется. Мечтающие о региональном господстве польской власти во главе с президентом Анжием Дудой втягивают свой народ в новую авантюру, не желая или не считая нужным учитывать опыт своей собственной страны, который наглядно показывает, чем такие авантюры заканчиваются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова